Всем здравствуйте, на связи Марина Соловьева, нутрициолог и бизнес-партнер компании Siberian Wellness. Сегодня у меня в гостях Елена, косметолог, эстетист, которую сейчас сама представится. Елена, здравствуй, расскажи, пожалуйста, немножко о себе и спасибо тебе за то, что ты согласилась на эту онлайн-встречу поделиться с нами своим экспертным мнением. И расскажи, о чем мы сегодня будем с тобой разговаривать. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень приятно, что вы меня пригласили, Марина, на эту конференцию. Меня зовут новоклещенова Елена, я косметолог-эстетист, делаю кожу своих клиентов качественно лучше. Сегодня мы поговорим как раз об особенностях ухода в летний период. Это очень важно для нашей кожи, чтобы мы оставались молодыми. Свежими, красивыми. Разберем такие вопросы, как ежедневный уход, как можно защищать нашу кожу летом, как выбрать солнцезащитный крем, на какие критерии нужно обратить внимание. Поговорим про профилактику гиперпигментации и как можно защищать нашу кожу изнутри. Отлично. Ну, давай не будем долго задерживаться, да, и перейдем сразу же от слов к делу. Расскажи, пожалуйста, о ежедневном уходе. То есть, ну, я так понимаю, это базовый уход, который должен присутствовать в жизни каждой женщины. Я знаю, что существует четыре шага, которые его должны быть. Расскажи, пожалуйста, что это за четыре шага в жизни женщины. Да, очень важен домашний уход в жизни каждой женщины. Это дает нам возможность ухаживать за собой 24 часа на 7. Мы просыпаемся утром и умываемся. Умываемся пенкой либо легким муссом в летний период, чтобы не перегружать свою кожу. Также очень важно тонизировать ее, чтобы последующий уход, который мы наносим, мог проникнуть глубоко и уже воздействовать на нашу кожу более качественно. Очень важно использовать сыворотку. Сыворотки, они очень насыщенные витаминами, антиоксидантами по проблеме. И проникают достаточно глубоко и тоже имеют хорошее воздействие. Ну и завершаем основным уходом это увлажняющим кремом летом, потому что кожа склонна к сухости и большому влиянию ультрафиолета. А вот скажи, пожалуйста, с утра, когда мы проснулись, необходимо тоже использовать какие-то очищающие средства или достаточно просто одной водой умыться? Ведь у нас же по сути нет ни макияжа, ничего. Вот вечером, я понимаю, надо смыть макияж, пыль, грязь. А вот утром, когда мы проснулись, нужно ли использовать какие-то средства? Да, конечно, мы используем средства, потому что наша кожа, она работает и днём, и ночью. Выработка себума идёт круглосуточно. И чтобы смыть лишний себум, который может, воспаление могут начаться, либо гиперкератоз. Ну, как раз я советую умываться летом именно лёгкими средствами, как я уже говорила, это пенки, муссы, чтобы тоже до скрипа не вымывать свою кожу. Понятно, хорошо. Теперь мне понятно, да. А скажи, пожалуйста, есть ли какая-то разница между зимним уходом и летним уходом? Вот зимой у нас там кожа подвергается одному стрессу, переохлаждение, летом она перенапрягается из-за ультрафиолетовых лучей. В чём разница ухода летнего и зимнего? Ну, если вспомнить про зиму, то мы питаем кожу, чтобы защитить её от мороза, от ветра. Летом мы больше кожу защищаем уже от ультрафиолета. И тут важно нам правильно выбрать солнцезащитный крем и использовать также увлажняющий крем, что немаловажно. Как мы, на какие критерии мы обращаем внимание при выборе солнцезащитного крема? Многим известен такой факт, что ультрафиолетовые лучи, они имеют разные виды. Есть ультрафиолет группы А и есть ультрафиолет группы Б. Ультрафиолет группы Б, фильтры от него присутствуют практически во всех солнцезащитных кремах. А вот ультрафиолет группы А, очень важно смотреть на крем, присутствуют ли там эти фильтры. Потому что это очень агрессивные ультрафиолетовые лучи, которые могут проникать через одежду и могут проникать через стёкла. Например, если вы сидите в офисе возле окна, то вам крайне необходим такой крем, чтобы защищать свою кожу даже в период того, когда вы находитесь в помещении. Также очень важно, чтобы SPF-фактор был не менее 30, что тоже влияет на хорошую защиту кожи. Но и не приветствуется, чтобы в креме были какие-то полезные вещества, увлажняющие, например, или какие-то антиоксиданты питательные, которые влияют на качество кожи и, может быть, на молодость. Такие факторы очень важны при выборе крема. Хорошо, спасибо большое. Очень интересно. Я вот не знала по поводу разных лучей ультрафиолетовых А и В. И думала, что если человек находится в офисе, в принципе, он защищен от ультрафиолетовых лучей. Для меня было в новинку. Ну и пользуясь случаем, я хочу рассмотреть вот этот крем солнцезащитный. Как раз-таки идет SPF 50. Защита кожи от ультрафиолета А и ультрафиолета Б лучей. И также высокоэффективные фильтры, которые надежно защищают кожу от хотостарения, ожогов и повреждений. И про многофункциональность как раз этого крема, да, комбинация высокоэффективных фильтров, пантенол, масло календулы, витамин Е, как антиоксидант на внешнюю часть кожи. Скажи, пожалуйста, вот этого вот крема со всей его многофункциональностью будет ли достаточно использовать? Или все-таки еще дополнительно увлажняющий какой-то крем нужен? Если ваша кожа не испытывает дополнительных проблем, например, сухость, купероз, покраснение, воспаление, то вполне достаточно одного солнцезащитного крема. Но если есть шелушение или какие-то другие проблемы с кожей, то нужно дополнительно еще какой-то уход подбирать, посоветовавшись со специалистом. Хорошо, спасибо большое. А вот существует мнение, что косметолога нужно посещать только в осенне-зимний период, а летом как-то это вот не обязательно. Но вот при всем изобилии домашнего ухода, вот нельзя же обойтись без услуга косметолога. Расскажи, пожалуйста, вот почему важно и нужно посещать косметологический кабинет в летний период тоже? Да, это очень важно, потому что загрязнение кожи никто не отменял, летом очень много пыли, ультрафиолет влияет, что вырабатывается больше себума. То есть профессиональные чистки лица, они очень важны в любое время года. Также, если мы хотим, чтобы наша кожа была еще более качественно защищена от ультрафиолета, мы можем использовать в кабинете косметолога пилинги, которые уплотняют эпидермис и делают его более защищенным от ультрафиолета. Есть всесезонные пилинги, которые как раз в этом помогают и зимой, и летом. Также есть аппаратные процедуры, которые помогают проникать более качественно препаратам косметологическим, например, увлажняющим или осветляющим, которые работают тоже по проблеме. Например, такая процедура, как фракционная мезотерапия. Как раз мы видим на экране сейчас этот аппарат. Картриджи, которые имеют много иголочек, позволяют делать микропроколы и доставлять полезные вещества препаратов глубоко в кожу. И они могут воздействовать, и мы видим эффект более очевидный от такой процедуры, чем нежели просто нанести какой-то препарат на кожу. Очень интересно. Я вот, кстати, ни разу никогда не пользовалась такими препаратами, аппаратами. Здесь что именно сюда входит? Какие-то сыворотки, витамины, гиарулоновая кислота? Или это все может быть в зависимости от типа кожи? Что находится в этих микроиголочках? Ну, в микроиголочках ничего нет. Мы непосредственно по проблеме кожи сыворотку с полезными веществами, будь то гиарулоновая кислота, либо антиоксиданты, либо какие-то осветляющие компоненты, либо компоненты, которые влияют на лифтинг кожи, мы наносим непосредственно на кожу. И прорабатываем этим аппаратом по коже. Процедура адравматична, после нее может быть небольшое покраснение, которое сохраняется несколько часов. И вы увидите результат уже после первой процедуры. Ничего себе. Ну, это получается такой быстрый эффект напитывания нашей кожи. Да, но эту процедуру нужно проводить курсом, конечно же. То есть, и летом тоже. Да, и летом тоже. Хорошо, отлично. Очень заинтересовала меня лично ты этой вот процедурой. Я бы на такую сходила. Скажи, пожалуйста, вот лето – это такая пора, когда начинаются какие-то обострения кожные, и возникает пигментация от солнечных лучей. Скажи, пожалуйста, почему она возникает? Ну, да, многие сталкиваются с этой проблемой. Вообще процесс происходит у нас внутри кожи. Идет выработка меланина, и если этот процесс нарушается, то пигмента становится много. И некоторые сталкиваются с такой проблемой, что они не просто равномерно загорают, а появляются пятна, которые называются дисхронии. И, конечно, это эстетический вид портит. Но с этой проблемой можно справляться, можно ее профилактировать, если вы знаете, что вы склонны к ней. Также есть еще и другие факторы, которые не только ультрафиолет, а генетические, например, может быть склонна кожа к избытку выработки меланина, либо какие-то гормональные изменения. То есть вот такие вот факторы могут влиять на дисхронию. А ты вот сказала, что есть методы профилактики. Какие они? Расскажи, пожалуйста, про них. Ну, я сегодня хотела как раз сказать про то, что... Ну, мы уже сказали про то, что мы защищаем кожу снаружи, да, солнцезащитным кремом. Это дает профилактически не воздействовать ультрафиолету агрессивно. Также есть крема, которые мы можем использовать на ночь. Они содержат такие вещества, которые подавляют выработку меланина. Например, это арбутин. Это экстракт толкнянки. Может содержаться в креме. Он осветляет кожу и подавляет выработку меланина. Это витамин С, процентное соотношение которого должно быть не менее 10%, чтобы он был эффективен. Глабридин – это корень солодки, всем известный. И амбла, например. Вот если вы будете обращать внимание на эти вещества, такой крем вы можете использовать на ночь, если у вас, вы знаете, что может быть проблема с гиперпигментацией, либо она уже есть. То есть этот крем необходимо использовать на ночь. Ничего себе. Тут надо было уже, наверное, записывать эти интересные составы. То есть составы – это очень важно. Необходимо на них обращать внимание. Ну и давай подытожим, да, как защитить кожу от солнца не только снаружи, но и изнутри. Да, давайте подытожим, чтобы мы сияли, были доволены своей внешностью. Очень важно не только увлажнять кожу снаружи, но и соблюдать питьевой режим. Употребляйте достаточное количество воды, насыщайте себя. Также важно употреблять овощи, свой рацион. Старайтесь не выходить на солнце, когда оно более агрессивно. Будьте на солнце до 10 утра, либо уже после 15.00. Ну и также защищайте кожу изнутри. То есть очень важно принимать витаминные добавки. Ну, например, я бы советовала на постоянной основе принимать коллаген и омега-3. Также очень важно принимать антиоксиданты, которые блокируют свободные радикалы в нашей коже, и наша кожа дольше сохраняет свою молодость. Спасибо. Про антиоксиданты – это тоже моя любимая тема. Я очень люблю антиоксиданты, потому что такие товарищи, как свободные радикалы, постоянно образуются в нашем организме и повреждают наши клеточки. И хочу как раз-таки рассмотреть антиоксидант от компании Siberian Wellness. Это вот продукт-легенда, называется он «Новомин». И сюда входят как раз-таки витамины, очень важные для нашей кожи, про которую мы сегодня проговаривали, как в креме, так и в добавках. Это витамин А, Е и С. Витамин С – это природный антиоксидант, который принимает участие в выработке коллагена и необходим для усвоения других нутриентов, в том числе таких витаминов, как группа В. Витамин А является главным компонентом молодости. Он замедляет процессы старения кожи, также способствует, уменьшает воспалительные процессы, стимулирует выработку коллагена и обладает почечным антиоксидантным свойством. И витамин Е – это еще один ключевой антиоксидант, про который мы сегодня тоже говорили, который необходим нашей коже. Борется с преждевременным старением, выравнивает тон, разглаживает кожу лица и снижает негативное влияние кислительного стресса. Что мне нравится в этом антиоксидантном комплексе – это то, что здесь уже собраны такие витамины, как водорастворимые и жирорастворимые. И по дозировкам они друг друга прекрасно дополняют и очень хорошо вместе работают. Еще мы с тобой проговорили про коллаген. Коллаген – это вообще наш друг, и мне так нравится, что сейчас многие специалисты, эксперты рекомендуют все-таки принимать вовнутрь. И у нас это пептиды морского коллагена. В одной порции содержится 4,6 грамма коллагена первого типа, который как раз-таки и влияет и на кожу, и на хрящи, то есть на фундамент нашего организма, так скажем. Имеет в составе 15 аминокислот и 70 миллиграмм витамина С в форме аскорбатонатрия. То есть он не раздражает слизистые нашего кишечника, и его можно принимать натощак. Очень многие делают именно с утра, это перед тем, как позавтракать. И как он влияет на нашу кожу именно во время загара. Коллаген повышает защитные силы, способствует регенерации фибропластов, которые как раз-таки и разрушают солнечный свет. И также прием коллагена способствует постепенному исчезновению пигментных пятен за счет ускорения обновления клеток. И третий препарат, про который ты проговорила, вот тоже вот омега-3, полинасыщенные жирные кислоты. Очень многие люди имеют такое тоже мнение, что омега-3 не нужно принимать в летний период времени. Но это не совсем так, потому что полинасыщенные жирные кислоты, они необходимы нам для правильной работы гормонов, развития репродуктивной нашей системы. И он нужен летом, потому что эти жирные кислоты поддерживают работоспособность сердечно-сосудистой системы, головного мозга и зрительной системы, которые тоже очень страдают от ультрафиолетовых лучей. И что делает, что дает нам омега-3 для нашей кожи? Она участвует в защитном барьере кожи. А чем выше защитный барьер, тем кожа наша будет здоровее. И поэтому нужно комбинировать вот эти все процедуры, как косметолога, так и внешние при помощи кремов, ну и изнутри. Все это идет на благо нашей красоты и молодости. Ну и также омега-3 работает как профилактика дерматитов разных, обновляет клетки, восстанавливает ткани, хорошо питает, уплотняет и защищает от раннего появления морщин. Все, мы с тобой тут все просмотрели, все проговорили. Спасибо тебе огромное за твою экспертность, за твое мнение, за твои полезные советы, которые ты сегодня раскрыла, дала. Для меня было много полезной информации, я для себя очень много почерпнула. Все наши контакты будут под этим видео. Спасибо вам всем за внимание, которое вы нам уделили. Если появятся какие-то вопросы, вы можете их задавать, и мы с Еленой обязательно на все вопросы ответим. Также вы можете записываться к Елене на консультации и на процедуры. Спасибо большое, Марина, тебе тоже за важную информацию про антиоксиданты, коллаген и омега-3. Мне тоже было очень интересно это услышать. Будьте здоровы, красивы, ухаживайте за своей кожей. Всего доброго. Всем пока-пока.